В городах Казахстана В городах и областях введено чрезвычайное положение. На фоне этих протестов активировались некоторые деструктивные силы в Москве, которые пытаются придать акциям националистический окрас. Основным доводом в этом вопросе является язык протеста, то есть казахский, что, в принципе, вполне естественно. Деструктивные шовинистические силы в России уже не первый год ратуют за аннексию Северного Казахстана по украинскому сценарию. Если раньше они говорили намеками, то сейчас маски сброшены, и все называется своими именами. Ряд российских политиков, депутатов Госдумы, журналистов и блогеров за последние два года особенно отличились в этом вопросе, словно готовили почву для чего-то. Не удивимся, если на фоне всего происходящего выяснится, что определенная часть казахской элиты замешана в процессах, которые сейчас происходят в стране, как это было и в Украине. На данном этапе дестабилизация Казахстана выгодна только деструктивным силам в России. Больше никому.